Одной из самых известных, выдающихся и вместе с тех спорных и скандальных работ, Ильи Репина, является картина «Иван Грозный и сын его Иван». 16 ноября 1581 года. Другое название «Иван Грозный убивает своего сына». Первый скандал разразился, когда полотно было представлено на выставке в 1885 году. Тогда Александр III запретил публичный показ картины. С тех пор вокруг этой работы не утихают споры, а имеет ли картина историческую достоверность или Грозный все-таки не убивал своего сына. Илья Репин написал это историческое полотно на основе одного из сюжетов истории государства российского Николая Карамзина. В свою очередь Карамзин опирался на свидетельства иезуита Антонио Пассивина. В его изложении царь повздорил сыном из-за неблагочестивого поведения жены царевича и в приступе к гнева посохом ударил его в висок. Но сам Пассивина не был очевидцем событий, он прибыл в Москву уже после похорон царевича, и об убийстве ему рассказал переводчик-итальянец, который якобы слышал при дворе такую версию событий. Как видим, источник нельзя назвать достоверным и надежным. Некоторые уверены в том, что история Пассивина намеренная клевета. Он прибыл в Москву по поручению польского короля с требованием подчинить русскую церковь папскому престолу. Иван Грозный ответил отказом, после чего и появились наветы. Английский дипломат Джером Гарсей, ссылаясь на своих осведомителей при дворе, утверждает, что ссора действительно была, но Грозный ударил сына не в висок, а в ухо. Царевич не умер, тут же он впал в нервную горячку и скончался через несколько дней. Но дело в том, что причиной смерти царевича был все-таки удар, нанесенный отцом. Некоторые историки говорят о том, что царевич умер не в Кремле, а в Александровской слободе за сто верст от Москвы. Там он находился и задолго до описываемых событий, так как продолжительное время болел, от чего и скончался. По одной из версий, он был отравлен сулемой. Когда картина Репина была представлена публике на 13-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1885 году, произошел скандал. Император, разгневанный такой интерпретацией трагедии в российской истории, запретил публичную демонстрацию картины. Позже запрет был снят, но на этом злоключения не прекратились. В январе 1913 году, страдавший психическим заболеванием иконописец, Абрам Балашов набросился на болотно с ножом и в трех местах разрезал его. Репин с реставраторами быстро восстановили картину. В 2013 году снова разгорелся скандал. Группа православных активистов выступила с заявлением о том, что в Третьяковской галерее есть целый ряд полотен, содержащих клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и цариц. Прежде всего речь идет о мерзкой, клеветнической и ложной, как в своем сюжете, так и его живописном воспроизведении картине Илья Репина «Иван Грозный и сын его Иван». 16 ноября 1581 года трудно судить об исторических событиях по прошествии стольких лет. Вполне понятно желание многих докопаться до истины и воссоздать историческую правду. Однако в полу споров часто забывают о том, что перед нами не исторический документ, а произведение искусства, автор которого имеет право и на собственную трактовку событий, и на художественный вымысел. Тем более картина имеет бесспорную эстетическую ценность. Чтобы не говорили о достоверности источников, эта работа остается одним из самых выдающихся шедевров Ильи Репина. Продолжение следует...